Многим кажется, что Анатолий Карпов достиг всего, о чем только можно мечтать. Сейчас он легенда, человек, которым восхищаются, которому пытаются подражать. Но в судьбе Карпова были моменты и тяжелых испытаний. В жизни, как на шахматной доске, Карпову приходилось разыгрывать партии, от исхода которых подчас зависело не только его будущее, но и честь страны. Карпов был символом ортодоксальной советской идеологии. Ему отвели такую ролевую, что называется, задачу. Он должен был играть эту функцию. Зашла звезда Карпова. И это тут не только от Господа Бога, все зависело от усилий самого этого человека. 1978 год. Филиппины. Город Багио. Весь мир неотрывно следит за проходящим здесь необычным шахматным поединком. Чемпион мира Анатолий Карпов отстаивает свой титул. Незадолго до этого гроссмейстер Виктор Корчной бежит из СССР. К неудовольствию советских идеологов претендует на шахматную корону именно он. Победа диссидента была недопустима для Советского Союза. Никогда еще в истории шахмат на первенстве мира не было такой явной политической подоплеки. Багио было очень много журналистов, которые ожидали каких-то политических событий, каких-то политических скандалов, которые в шахматах слабо разбирались. Им надо было давать какую-то пищу для раздумий, для статей. И Корчной, известный своей скандальной репутацией, был для них настоящей находкой. Каждый его матч был мини-спектаклем. Например, с девятым чемпионом мира Тиграном Петросяном Корчной, чтобы вывести его из равновесия, поступал так. Вот как мы здоровьемся. Смотрим в глаза друг к другу, протягиваем руки, все. А он становился в полуоборота и вот так вот он делал. Понимаете? И Петросян это коробило. А Корчной играет то, что за доской. Он выискивает слабые стороны какие-то психологические и старается выбить из колеи. И для Карпова у Корчного было приготовлено немало сюрпризов. Ведь на кону стояло звание чемпиона мира. Корчному хотелось победить во что бы то ни стало. Не просто выиграть, а разгромить символ советской идеологии. Тогда его побег из СССР был бы еще ценнее. В свою очередь Карпову нельзя было проиграть не только потому, что он не привык проигрывать, но возвращение домой без победы ему бы не простили. Толя не по своей воле был выбран козырной карты в борьбе с инакомыслием. Но Карпов не виноват в том, что Корчной решил не возвращаться в страну. И если Карпов сел напротив него за шахматный стол, за шахматную доску, напротив него сидит один из великих шахматистов того времени, Виктор Корчной. В Багио Корчной хотел взять реванш, доказать, что он лучший, а в СССР его зажимали. Но шахматы – это всего лишь игра. И Карпову больше всего на свете хотелось не заниматься политикой, а играть. И побеждать. Еще с детства. Без этого талантливый мальчик из провинциального Златоуста вряд ли смог бы добиться успеха. Он ведь еще просто игрок по натуре своей. А он так все время поражал. В этой удивительной игре он может с таким же удовольствием и с таким же успехом играть, например, в подкидного дурака или в бридж или в нарды. Он спортсмен по духу. Первым соперником за шахматной доской у Анатолия был его отец Евгений Степанович. Проигранные партии уже тогда казались Толику не просто проигрышем, а неудачами, которых быть не должно. И если другие проигрывали, то Толик должен был побеждать. Побеждать непрерывно, побеждать всех. Это было в генах. Я имел удовольствие познакомиться с его мамой, и сразу чувствуется очень крупный характер у нее. Очень крупный. Я понял, что это не просто так в Карпове. Наверное, такой характер спортивный, волевой, это, наверное, от мамы у меня. Что касается возможностей памяти, памяти, скажем, глубины знаний, это от отца, наверное. Отец у меня обладал уникальной памятью. Силу и выносливость своего характера Карпов не раз демонстрировал на шахматных турнирах. Но часто психическое перенапряжение доводило его до бессонницы. И в финальном матче в Лозанне на первенство мира между Вишванатаном Анандом и Анатолием Карповым она чуть не сыграла роковую роль. Я очень хорошо подготовился и был в отличной форме. И должен был выиграть достаточно легко в основной части. Я выиграл первую партию. Во второй я применил неожиданно дебютную систему. Получилась очень свежая позиция, Аннан с ней не был знаком. Мне удалось его черными полностью переиграть. Но я потратил время. Перед последней партией у Карпова перевес в одну очко. Казалось, победа совсем близко. Но Карпов совершает ошибку и проигрывает Ананту. Мы выходим на равный счет. И после этого дополнительные партии уже в быстрые шахматы. Анант всегда отличался быстротой мысли. Он и вблизь блестяще играл, и в быстрые шахматы. Состояние, конечно, ужасное. Я точно помню, что я не минуту ночью не спал. В этом матче для Карпова бессонница стала настоящей проблемой. Она и раньше возникала из-за шахматного стресса, и Карпову всегда было трудно с ней справиться. А сейчас, перед надвигающимся поражением, бессонница стала совсем неуправляемой. Мой тренер по физической подготовке пришел, увидел, в каком я состоянии. Он говорит, ну, единственный шанс привести себя в порядок – это контрастный душ. Причем реально холодный душ, горячий, холодный, горячий. В два часа начала, без 22, я зашел под контрастный душ. Без 22 я, значит, оделся уже, приготовился. К двум часам прихожу. И нормально, как будто я ночь спал. То есть вот на короткое время я пришел в себя абсолютно в полной боевой готовности. Тут уже Анант начал нервничать. Что происходит? Карпов давно должен проиграть, а он все не проигрывает. И вот на часах у Карпова 35 секунд до конца партии, а у Ананда 4 минуты. Преимущество огромнейшее. И в этот момент Карпов принимает решение, которое никто потом объяснить не мог. Он рискует. Я в этот момент чувствую, что Анант уже как-то приготовился и готов на ничью согласиться. И даже вроде и рука ко мне идет. Ничья. Но я могу рискнуть. Когда он увидел, что я жертвую фигуру и отказываюсь от форсированной ничьей на таком флажке, 35 секунд против 4 минут, вот у него руки просто затряслись. Он соображать уже просто не мог. Я легко выиграл эту партию. Он ничего не соображал. То есть я его просто сломал, видимо, психологически, что выбил его, ну вот как у боксера бывает, да, состояние Гроги. Все. Получил нокаут и прийти в себя не может. Победить предстояло и в Багио. Объективно Карпов играл в шахматы лучше Корчнова. Но ответственность была такова, что любая ошибка Карпова становилась ошибкой всего Советского Союза. Первые семь партий протекали остро и завершились в ничью. Кольщиной меня донимал открытым вариантом испанской партии. Практически в первой половине матча, в стартовой части, он выбил у меня белый цвет. Играть матч на первенство мира без активного белого цвета очень трудно. Но постепенно Карпов захватил инициативу, и после 27 встреч счет был в его пользу. 5-2. Игра велась до шести побед, и до цели оставалось всего одна. Матч начался таким образом, что очень хорошо для Толи. Он там выиграл, повел в счете, хорошее настроение. И потом вдруг две отложенные партии. В одной у него плохо, в другой неясно. Меня вызывает спорткомитет и говорят, готовь чемодан, нужно лететь. Как раз считался очень большим специалистом. Я сказал, у меня есть там свежие идеи, где мы можем, так сказать, Корчнова прижать. Но для этого, для того, чтобы был полный успех, нужно день или два. В шахматах, как на поле боя, стратегии и тактика определяют исход поединка. В кулуарах ходят слухи о внезапной болезни Корчнова. Это значит, что ему необходим перерыв. И тогда Карпов принимает решение – таймаут он брать не будет. Говорю, почему? А вы не знаете. Это Корчной был на пляже, простудился, и сейчас у него температура 39. Почему он должен за счет моего таймаута лечиться? А таймаут давался на много партий. Это нужно было сыграть в несколько партий, чтобы получить таймаут один. Поэтому это разбрасываться таймаутами нельзя было. Корчной пришел, когда Карпов не взял таймаут, с ментоловым карандашиком. Подносил его к носу, и я представляю, как он хихикал в это время. Позже выяснилось, что никакой болезни не было. Виктор Корчной запустил слух о своей простуде. Карпов, нуждавшийся в перерыве, не берет таймаут. И начинается изматывающая марафон на выносливость. Без сна и права на ошибку. Естественно, усталость накапливается, стресс-то постоянный. Причем давление очень сильное. Чисто шахматное, я уже не говорю обо всех других. Первые проблемы со сном у меня начались, когда я выпустил победу 22-й партии. И счет становился тогда 5-1. Я спал, может быть, 2-2,5 часа в сутки. Конечно, при таком коротком сне силы не восстанавливаются, нервная система не восстанавливается. Это привело к неприятным последствиям. 10 партий они проигрывали. И вдруг в 4-х партиях 3 поражения. И совершенно выигранный матч оказался в очень сложной ситуации. Карпов возбуждал патриотизм многих людей. Такие события в стране, конечно, их нельзя не запомнить. Это как полет Гагарина. Люди прилипали к телевизору и смотрели, болели. На работе беспокоились, ругались. Как так? Да он так пошел. Корчной оказывал такое жесточайшее сопротивление, что всех интересовал только один вопрос. Ах, хватит ли Карпову сил выстоять до конца? Ведь здоровьем советский чемпион не отличался с юных лет. Я достаточно много занимался здоровьем. Жили в тяжелых климатических условиях на Южном Урале. Простуды, ангины, вот это вот меня донимало. И где-то с 11 лет я стал болеть реже. По здоровью я турниры не пропускал. Ученые доказали, гроссмейстер теряет за партию столько же энергии, сколько игрок за матч в американский футбол. А чтобы играть в шахматы и побеждать, нужны сила и выносливость. И Карпов поставил цель. Всегда была утренняя зарядка, причем большей частью на улице. Тепло одевались, бегали зимой. Родился и жил в столице лыжного спорта, в Волтаустье. Все ходили на лыжах. И я, конечно, ходил на лыжах. Даже неплохо. Ну, теннис, впоследствии теннис. Это в 70-е годы уже. И теннис мне очень многое дал. Взлет Карпова был стремителен. В 15 лет он сильнейший среди молодых мастеров спорта СССР, а вскоре становится и чемпионом Европы среди юношей. В 19 Анатолий Карпов получает титул грессмейстера. Столь успешной карьерой не может похвастаться ни один шахматист мира. И вот впервые я увидел Карпову, когда ему было 11 лет. Я обратил внимание, что мальчик очень неплохо соображает. Вот фигурки у него как-то по-умненькому прыгают. Все-таки он, так сказать, был без большой поддержки. И я счел своим долгом прийти в шахматную федерацию и сказал, что вот у меня сложилось впечатление, что появился у нас очень большой талант шахматный, и вот нужно его поддерживать. Это Толий Карпов. Ведь таланты есть у каждого человека. Вот задача вообще человеческого общества всегда – это сделать так, чтобы каждый человек имел возможность выявить и для себя, и для других свой талант, свои способности. Однако, глядя на хотяя, обладающего шахматным талантом, но худенького и болезненного мальчика, именитые коллеги сомневались, что Карпов станет серьезным игроком. Ведь победа на чемпионате Европы среди юношей ему далась нелегко. Терзаемый гриппом, Карпов выглядел таким изнуренным, что даже Михаил Ботвинник, шестой чемпион мира, засомневался, а хватит ли Карпову физических сил для участия в первенстве мира среди взрослых. Вот когда я обыграл Корчного в первом матче, который фактически стал матчем на первенство мира, поскольку с фишем не состоялся последующий, я закончил матч, во мне было 47 килограммов. Я терял где-то до 10% веса. Все, кто знает Анатолия Карпова, говорят о необычайной силе его духа и воли. Эта особенность характера ярко проявилась в матче в Багео. Корчное, получив реальный шанс на победу, при счете 5-5 продолжал психологическое давление с новой силой. Приглашал психологов-террористов из группы Ананда Марга. А однажды на игру он пришел в зеркальных очках. Такая новинка Корчного была. Ясно совершенно, что зеркальные очки дают блики. Они раздражают глаза, они ведут к усталости. То есть это такой тихий, незаконный прием, который Корчное использовал. Казалось, что Корчное как никогда близок к победе. В конце матча в Багео прилетел космонавт Севастьянов. Мгновенно оценив сложившуюся ситуацию, он предложил рискованный, но единственно правильный выход. Взять последний тайм-аут и забыть о шахматах. Карпов уезжает в солнечную Манилу. Багео давило, потому что в Багео шли постоянные дожди, тайфуны. Причем один сменялся другим, а в Маниле все-таки солнышко светило. Я не занимался шахматами, не готовился, я просто на два дня уехал в Манилу. И, кстати, тогда я попал на финальный матч чемпионата мира по баскетболу. Так или иначе, в решающей партии Карпов взял верх над Корчным, одержав шестую желанную победу. Одного шага не хватило Корчному, чтобы стать тринадцатым шахматным королем. А возвращение Карпова из Багео было сродни возвращению Гагарина из космоса. Самый скандальный чемпионат мира по шахматам завершился триумфом Советского Союза. Советский Союз, обрадовавшись этой победе, начинает эту победу конвертировать в победу собственной идеологии. Карпов никакого вообще отношения к ортодоксальной идеологии никогда не имел. А то, что он гениальный шахматист, он обязан выиграть. Не потому, что он представляет Советский Союз, а потому, что он прежде всего представляет самого себя. Знал ли Карпов, когда его встречала вся страна, что совсем скоро кое-кто из тех, кто ждал этой победы в Багео, будет с не меньшим рвением пытаться отобрать у него новую победу. Но уже в Москве, в другом тяжелейшем матче. 1984 год. Самый продолжительный матч в истории шахмат. Чемпион 33-летний Анатолий Карпов и молодой претендент 21-летний Гарри Каспаров выясняли отношения уже пять месяцев. Но тут в шахматный поединок вновь мешалась политика. Собственно, матч можно шахматный тех лет разделить на две части. Чисто шахматная, которая была удивительно боевой, содержательной и, к сожалению, не шахматная. Вне шахматной доски, наверное, крупнейшую ошибку в жизни сделал, что я согласился играть тот матч с Каспаровым в Советском Союзе. Потому что большего пренебрежения к правилам матча, большего неуважения к правилам матча и больших безобразий вообще трудно было ожидать где бы то ни было. Матч вроде бы не должен был создать Карпову особых проблем. Играя до шести побед, действующий чемпион мира вел 4-0. Было очевидно, что Каспаров переоценил свои возможности. Команда Каспарова была в недоумении. Понимал, что в этот период, в этот момент Карпов буквально на две головы выше всех. Они этого не понимали. Они этого не знали. Они думали, что это то же самое, что вот с Корчным играть. Каспаров был вне себя. Видно, что Гарик смотрит на Толю как затравленный кролик. В истерике кричал. Я не понимаю, как играет Карпов, я не понимаю его игры. Известно, что после победы над Корчным Брежнев сказал, взял корону, держи. Карпов знал, как удержать корону. На шахматной доске все было предельно ясно, кто пешка, а кто король. Но в жизни оказалось больше фигур, больше действующих лиц. Парадокс состоял в том, что политика Карпова не занимала. Он был весь в игре, шахматной и общественных делах. Карпов возглавил Советский фонд мира. Занимаясь миротворческой деятельностью, он сыграл более 2,5 тысяч партий, выиграл 169 турниров. Удивительно, где он находит время? Во-первых, шахматы научили распределять время, где-то программировать себя. Во-вторых, шахматы не предполагают какого-то нормированного рабочего дня. То есть, если я вижу проблему, то я могу ей заниматься с утра до вечера и ночью. Вот, для меня эта проблема не составляет. Потом умение переключиться. Вот жена моя не может понять. А как ты так переключаешься? Вот звонок только, только я трубку положил, звонит человек, я тут же включился в его проблему, я тут же начал обсуждение. Кроме того, как шахматист, я помню многое, причем в деталях. Если мне начинают что-то повторять, я раздражаюсь. Один раз обсудили, потом второй раз начинают мне повторять, там через несколько дней я говорю, повторять не надо. Я помню, помню в деталях, где мы остановились. Давайте что нового добавилось за это время. Эта экономия времени страшная. При такой загруженности надо уметь видеть главное, надо уметь распределять свое время, надо уметь это время не только распределять, а именно в это распределенное собой же время еще выполнить ту задачу, которую ты сам перед собой поставил. Карпову всегда было мало просто шахмат. Ему хотелось быть полезным и нужным своей стране. Когда в Советском Союзе произошла страшная чернобыльская катастрофа, он не мог остаться в стороне. Трагедия была большая. Конечно, и дети пострадали в большом количестве. Этих детей нужно было лечить, им оказывать помощь. Все это требовало, естественно, огромной энергии. Для того, чтобы человек был здоров, его мало лечить лекарствами. Его надо лечить в первую очередь человеческими общениями. Советский фонд мира активно включился в помощь пострадавшим. Для сбора средств на лекарства Карпов проводит телемарафон, участвует в пресс-конференциях, создает программы помощи и сам вносит призовые гонорары. Для детей из Чернобыля он организует поездки за границу. И не куда-нибудь, а на Кубу, в Америку, Австралию. Небольшое количество детей, конечно, встали на ноги. Это его большая-большая заслуга. Все это делалось очень от сердца, и все это дело, естественно, приносило огромную пользу. Эта работа продолжается до сегодняшнего дня. Политика Карпова не занимала, но он интересовал политику, как и раньше. Чем выше уровень состязания, тем сильнее к ней проявляют интерес сильные мира сего. Тем более, если у них есть уже кандидат на чемпионское звание. Гарри Каспаров. Молодой, дерзкий, самоуверенный. Его воспринимают как символ перемен. Карпов ничего не замечает, слишком занят проблемами других. Все началось с колонного зала Дома Союзов, где проходил шахматный матч. Но здесь началась такая эпопея, наши вожди советские начали умирать. А колонный зал – это было место прощания. Решение принимал председатель Госкомспорта СССР Марат Грамов. Свою философию и отношение к выдающимся шахматистам он изложил очень просто. Вы советские граждане. Не забывайте о том, что вы не только гроссмейстеры, участники матча на операционном мире. Вы советские граждане. И будете делать то, что мы решим. Никто, ни Ботвинник, ни Карпов не имели той поддержки, какую имел Каспаров. Молодого шахматиста из Баку поддерживал влиятельный Гейтар Алиев. Поддержка была совершенно фантастическая. Билеты в колонный зал достать было практически невозможно. Был заказ от руководства, я не знаю, на каком уровне Азербайджана. Все зеленщики, которые приезжали в Москву на базар, они должны были появиться на матче. Как только Карпов должен был принимать решение во время матча, эти любители шахмат неожиданно заполевали. Словно по команде начинали громко чихать или кашлять. Сосредоточиться в таких условиях было просто невозможно. И тут происходит такая вещь, что Карпов проигрывает две партии. Значит, да, ну что очень интересно, какая была арт-подготовка с той стороны. Значит, по Москве пошел слух, что Карпов очень болен. Он болен, он не может, так сказать, играть. И вот, наверное, матч остановит. Матч был прерван при счете 5-3 без объявления победителя. Для самого Карпова было очевидно, матч с Каспаровым перешел в плоскость политических интриг. Когда травля достигла апогея, Карпов позвонил заведующему отделом пропаганды ЦК КПСС Александру Яковлеву и попросил встречи. Как ни странно, влиятельный партийный функционер быстро согласился. Он сказал, что если вам больше нравится Каспаров, то хотим золотой дворец построить. Но почему при этом надо травить меня? Яковлев очень лицемерно ответил, что вот, да что вы, Анатолий Евгеньевич, кто-то вас настроил, все не так. Мы одинаково уважаем вас и Каспарова. Более того, могу сказать, что мы к вам относимся даже с большим уважением. Это как объяснить Александру Николаевичу. Он говорит, ну как же, вот вы членом партии стали в 79-м году, а Каспаров только в 81-м. После этого я понял, что бессмысленно дальше вообще что-то обсуждать и о чем-то разговаривать с Яковлевым. Спустя годы Алиев признавался, что это именно он повлиял тогда на решение о прекращении матча. Незаметно обрабатывалось общественное мнение. Главная цель была создать атмосферу доброжелательности для своего претендента и любой формы препятствия надоевшему чемпиону. Каспаров – жертва, мученик системы, Карпов – ее любимое дитя. По крайней мере, такие указания просить и телевидение давали. Что надо Каспарова представлять как молодую волну, новые веяния в Советском Союзе, а я как бы, не знаю, оплот старых идей. Это очень тяжелая история. Я помню, как Толя похудел чудовищно во время этого изнурительного марафона. Причем я вспоминаю этот марафон, я вспоминаю, как сильные мира сего с двух сторон наблюдали за этими гладиаторами. Как это было, в общем, бесчеловечно. Он не озлобился, хотя имел все основания обижаться, озлобляться, серчать, нервничать, сводить счеты, желать сводить счеты. И ничего этого я у него никогда не видел. Много народу перед глазами за жизнь прошло. Хорошая Толя. Кто-то заметил, что Карпов в матчах на первенство мира провел около 500 дней. Получается, каждые 10 дней он либо боролся за шахматную корону, либо отстаивал чемпионское звание. Причем он никогда не делал трагедии с проигрыша. Он просто снова шел побеждать. Нет, ну у каждого случаются какие-то неприятности, которые донимают. Но они становятся легче, если ты включаешься активно в какую-то другую деятельность. Я старался закрыть новыми событиями старый успех или тем более неудачу. Вот скажем, в 87-м году вот эта тяжелейшая партия, которую мне спасти не удалось с Каспаровым, я через буквально 4 дня, по-моему, через 5 дней уезжаю на крупнейший турнир в Голландии. Ну вот, триумфально его выигрываю. Турнир закончился, и как будто я не проиграл матч. То есть я не проиграл той последней партии с Каспаровым. Уже нет того сожаления, уже нет того расстройства, что не удалось выиграть матч. Так что не лежать там на диване или в постели, или перед телевизором и заниматься переживанием и самобичеванием. Да, ну где-то что-то не получилось. Конечно, уроки я извлекаю, и где-то у меня в подкорке это сидит. Но я закрываю другими делами для того, чтобы это ушло побыстрее. Может быть, радости победой и горечи поражений легко проходили от того, что рядом с Каспаровым всегда были близкие ему люди. Замечательная семья. Красавица жена Наташа. Потом растет изумительная девчонка Сонька. Сонька Карпова. Она такая личность уже. Она еще лет в пять уже выдавала такие вообще фразы, что она со своей точки зрения на мир – это тоже наследство карповской натуры. Безусловно, безусловно. Представить свою жизнь без шахмат Карпов никогда не мог. Но прекрасно понимал, что жизнь – это не только шахматы. Зная, как трудно даются победы и как порой ему нужна была поддержка, Карпов никогда не отказывал в ней другим. Очень неверный человек слова. У меня была совершенная беда, когда мы снимали фильм «Дон Кихот возвращается». И тогда был полный разброд в кинематографе. Это был 95-й год. Кошмар был. И мы попали в такое положение, что денег не было. Мы в экспедиции в Болгарии, да, и к кому обратиться. И я попросил Толю помочь деньгами. И он это сделал. Человек глубоко чувствующий, отзывающийся на чужую эмоцию. Это очень важно. Это очень много говорит о личности. В 90-е годы Ивановский интернациональный детский дом был на грани закрытия. Уникальное детское учреждение, основанное еще в 1933 году, было создано для детей, погибших или заключенных в тюрьмы иностранных революционеров. Дети, оставшиеся без родительской заботы, были обречены на гибель. В СССР они смогли получить лечение, образование и при этом не утратить свою национальную принадлежность. Распад Советского Союза, экономический кризис привели к тому, что запасов питания в детском доме оставалось на считанные дни. Тогда воспитатели Интердома обратились к Анатолию Карпову. Он сумел убедить правительство страны финансировать ивановцев, создал специальную программу помощи детям и фактически спас Интердом. И под эту программу была еще почти 20 лет создана бельгийская организация «Общественная родителей». Сначала эта организация была создана на базе одной школы. Ну а потом, когда программа начала развиваться, то они уже привлекли других родителей. И вот этот постоянный контакт уже в течение 20 лет. И бельгийские родители знают школу, приезжают туда и приглашают детей, и возят своих детей. Счастливые улыбки снова соиграли на лицах воспитанников. Помощь Фонда Мира и бельгийских друзей Интердома дала надежду – детдом будет жить. После этого тотального землетрясения, которое страна пережила, остаться человеком может быть самое большое звание. Может быть оно ценнее даже уникального титула чемпион мира. Наступили двухтысячные. Над Интердомом нависла новая угроза. Его предложили закрыть, заявляя, что он является наследием СССР, коммунистической идеологии и вообще его существование сегодня бессмысленно. На самом деле, за этими словами скрывалось желание отобрать здание Интердома. Огромный комплекс недвижимости буквально пробуждал людскую алчность. Попечительский совет выпускников в главе с Карповым включился в новую борьбу. На этот раз она оказалась намного сложнее. Карпову удалось отстоять Интердом. Он поставил задачу вернуть известной школе утраченный международный статус, чтобы Интердом имел возможность принимать детей из зон военных конфликтов и стихийных бедствий, уже независимо от любой идеологии. Когда в конце 80-х годов сын всемирно известного живописца и мыслителя Николая Рериха, Святослав, по завещанию отца решил передать его бесценное наследие России, он обратился именно к Карпову. Мне посчастливилось лично встретиться со Святославом Николаевичем. Он тогда посещал Советский Союз. И речь шла о том, чтобы все наследство Рериха было передано тогда Советскому Союзу. Но поначалу Рерих встречался с Горбачевым. И Горбачев с интересом воспринял эту идею и принял ее, и поддержал ее. Но Святослав Рерих сомневался. Он хотел заручиться поддержкой Карпова и Фонда Мира. Президенты могут меняться, говорил он, и неизвестно, что будет после ухода Горбачева. Он понимал, что договор с Советским Фондом Мира может явиться гарантом. Но тем более, что мы могли дать и соответствующие финансовые гарантии обеспечения сохранности, безопасности коллекции. Так что такой договор был заключен. Так бесценное культурное наследие Рериха вернулось на родину. Он человек необычайно целеустремленный. И в этом необычайно сосредоточенный и результативный. Я говорю о воле невероятной, воле его. Есть у Анатолия Карпова давняя мечта – увлечь шахматами миллионы подростков. Первые шахматные школы Карпова появились у нас еще в 80-е годы. А сейчас они открыты в 28 странах мира. А главное – школы некоммерческие, чтобы дети даже из малообеспеченных семей могли заниматься шахматами. В школах преподавать шахматы, мне-то вообще это не кажется никаким. Не то, что бредом, даже странностью. Шахматы развивают человеческий мозг. Советская шахматная школа довольно долгое время была лучшей в мире. Я по роду службу, я все время общаюсь с молодыми актерами. Иногда, когда готовлюсь к картине, человек 200 через меня пройдет. Памяти никакой абсолютно. Ничего не знают наизусть. Вот если бы вы их учили, может быть, с детства хотя бы шахматом, они бы выглядели совершенно по-другому. В смысле памяти, быстроты реакции. Шахматы – это, к тому же, еще и модель жизни. Они, зная смысл шахмат, человек больше понимает в жизни, в самой жизни. Как и у всех нас, у Анатолия Карпова в сутках 24 часа. Однако, как никто другой, он научился подчинять себе эти часы, безукоризненно распоряжаться своим временем. Есть люди как-то так внутренне организованы, что они вот успевают все. И я это плохо понимаю. Как это можно все совмещать, все успевать. Ну, насколько я наблюдал Карпова, он все время же в самолете живет. То в одном конце планеты, то в другом. Могу оказаться в новом месте, но я только смотрел соседние улицы, все, я могу уйти куда угодно, я знаю, что я вернусь. И я рассчитаю время, будь то Рим, Лондон, Париж. У меня есть приятель, он француз, но он не парижанин. И я начал им командовать, как в Париже ехать. Он потом говорит, никогда не думал, что русский будет мной командовать в Париже. Как я куда должен добраться? Ну, сейчас вот особенно при проблемах, скажем, передвижения в Москве, вот мои знания просто экономят время очень серьезно, потому что знаю, как какие-то пробки можно обмануть, вот где-то по каким-то второстепенным улочкам уйти от вот этого безумия московского городского. Водитель удивляется. Я тут же говорю, как надо ехать. Я говорю, все, не думай, поехали, так, так и так. Противостояние двух выдающихся шахматистов Анатолия Карпова и Гарри Каспарова длилось долгих 7 лет. Те дни остались в памяти у многих людей. Кто-то считает Каспарова символом перемен того времени, кто-то уверен, что у Карпова бессовестно украли победу. Но в одном и любители, и эксперты сходятся. Их игра значительно продвинула мировую теорию шахмат. Карпов шутит, что Каспаров выиграл, потому что... Получил, как минимум, 48 бесплатных уроков. Ну, собственно, он и сам говорит, что эта творческая атмосфера, которая возникла в наших матчах, она способствовала его развитию. Прежде всего, его развитию как шахматистов. Эти матчи и ему дали возможности, и мне дали возможности. И не случайно на тот момент, где-то лет 10, мы значительно превосходили всех остальных соперников. Можно представить, почему достижения Карпова производят на нас такое впечатление. Он всегда был таким, как все. Ни обликом, ни манерами, ничем не выделялся. Обыкновенный человек, но при том добившийся всего, что только мог себе пожелать. Толя – стержень, человек-стержень. Человек, который для очень большого количества мог бы быть примером и объектом подражания. Карпов не просто символизирует успех. Своей судьбой он подтверждает – каждый из нас имеет свой шанс. Да нет, ну как я могу с ним играть? Он может со мной похулиганить, это да. Так дать мне фору, там поставить себе, скажем, 45 секунд, а мне 5 минут, а на 30 секунде поставить мат. Игрой это назвать нельзя. Играю я с его помощником. Тут у нас равная игра. А с Карповым что играть? Смешно. Максимум, что я мог бы сделать, это протереть фигуры Толику. Я очень рано в шахматы научился играть. Вы вместе в Чапаеву, да? В Чапаеву, да. Но я боюсь, что и тут он выиграет. У меня впечатление, да. Просто он фигуры лучше чувствует. Моя мечта, это сфотографироваться с ним за шахматной доской. Я почти не умею играть в шахматную. Я хочу устроить такую сцену, чтобы Карпов держался за голову, а я бы сидел с гордым видом, и на доске было всего два короля. Все. Я думаю, что есть, чтобы мои внуки и правнуки думали, что это все значит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok